Не сжимайте свою команду на такой высоте. Олег Акулов! Его друзья практически с ульевого угла! Олег Акулов подставит мяч, обхитрил абсолютно все. В одной команде игроки с громкими именами советских и российских команд, в другой – сочинских сборных. Перед началом матча спортсменов предупреждают. Каждый тайм всего по 15 минут. Горный воздух может навредить футболистам, пусть даже и профессиональным. Они играли на лучших футбольных полях мира, а тут – снежный покров, который спортсменов нисколько не смутил. В советское время мы играли и на снегу, и на песке, и на гарке, и на асфальте. И все было нормально, был результат. Самый главный – конечный результат. Поэтому на снегу, на песку, на песку. Поэтому ничего страшного нет. 50 дней до начала чемпионата мира по футболу на высоте 2064 метра. Необычный способ празднования, но с определенным смыслом, настаивают профессионалы. И вот то, что здесь, в книгу рекордов Гиннеса, занесут этот матч, который в России на самой высокой площадке находится, это хорошо. Это напоминаем. Мы готовы. Мы готовы и здесь играть, и внизу играть. Мы показываем всему миру, по большому счету, что мы готовы здесь, в Сочи уж точно, к тому, чтобы проводить чемпионат мира. Но здесь столько проводилось соревнований, и все знают. Товарищеский матч без споров и разногласий вносят в книгу рекордов России. Матч закончился со счетом 3-3. При этом ни о какой договоренности речи не шло. Как настоящие профессионалы, они боролись за каждый гол. А исход игры продемонстрировал равные силы двух звездных команд российского футбола. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.